всем привет вы смотрите новости тяжелоатлетики этот выпуск начнем со спортивного питания и аптечной фармакологии канал эволюшен дети выпустил видео под названием бады витамин d как принимать d3 где рассказывается о его свойствах способах приема и влияние на организм память и в данном видео я решил разобрать отдельно такую добавку как витамин d потому что несколько упоминаний вскользь в различных роликах у меня были но отдельного видео посвященного эффектом витамина d дозировкам способом приема конечно же не было давайте начнем с того что витамин d был ошибочно отнесен к классу витаминов поскольку не было изучено достаточного количества его свойств нашем организме но в последнее время ученые пришли к выводу что он способен воздействовать на различные рецепторы того самого витамина d которые имеются в различных тканях нашего тела и соответственно он ведет себя подобно всем гормонам то есть последнее время чтобы быть корректным вы можете называть витамин d про гормоном то есть 10 тысяч единиц в сутки абсолютно безопасны что касается приема 50 тысяч единиц сутки то как я думаю вы догадываетесь будет гиперкальциемия то есть ну и помимо этого человека есть масса других видео блогеров бодибилдеров которые рассказывают что действительно витамин d вполне можно отвести к гормонам вот настолько важен и важно его присутствие в организме и должный эффект следующее видео канала дмитрий тренер называется посылка генетик лап это канал спортсмена жимовика он здесь получает посылку от генетик лап открывает ее достает оттуда спортивное питание и помимо того для ну рассказывает для чего он использует помимо этого он еще и дает как краткую такую краткие основные свойства которые дает этот препарат для организма м сети масла до 3 глицериды с уже забыл со средними цепями можно и нужно пить людям у которых удаленный желчный пузырь у которых них он недостаток выработки тестостерона то есть присутствуют признаки гипогонадизма что еще сказать для тех кто диетится боятся добирать в своем рационе животные жиры можно добирать свой рацион им сети масла будет источник выработки тестостерона восстановление суставов естественно связочного аппарата ну то есть жир который не принесет тебе больших проблем с жкт там из дискинезии желчного пузыря этот жир пойдет весь впрок и даст тебе только пользу следующее видео канала body like называется для чего нужны жиры в организме влияние жиров на массу тела канал body like и в этом видео вы узнаете все что нужно знать о жирах набирает ли от них вес какие бывают мифы по их употреблению какие вообще бывают жиры из какой пищи их можно получать омега-3 у содержит дгк и ипк который полезно для головного мозга зрения сердца вегет сосудистой системы центральной нервной системы также эти кислоты помогает в наращиванию мускулатуры так как они входят состав мембран клеток и и пока помогает лечить депрессии эмоциональное напряжение помогает при тяжелой интенсивной физической работе а не канал мышцы рф канала фитнесе спорте предлагает видео топ добавок для жиросжигания в котором известный бодибилдер спортсмен сергей югай и рассказывает о этих добавках всем привет с вами сергей югай сегодня расскажу вам о безопасных жиросжигателях об активаторе метаболизма и утилизаторе висцерального жира о пользе протеина и кофеина для снижения веса все эти продукты имеют высокий рейтинг у нас привет слушай снимаем для мышц рф а жиросжигание давай да это такой маркетинг выход где виде такой представление информации еще и визуализация красивого женского тела но этим не ограничивается в процессе видео эта девушка показывает упражнение в таком плане и снова канал бодилайк видео называется как повысить иммунитет медикаментозные естественные методы повышения иммунитета предыдущее видео мы оставим вот здесь там мы говорили о том что такое иммунитет и какие факторы на него влияют обязательно посмотрите все части чтобы получить полную картину ну а в этом видео мы будем говорить о практических методах повышения иммунитета сегодня мы рассмотрим как и медикаментозные способы поднятия иммунитета то есть с использованием препаратов так и естественные способы которые не предполагают применение никаких добавок и лекарств вы метод достаточно банальный но это легкий без перенапряга но регулярные тренировки здесь неважно что вы выберете кардио или силовая тренировка железом в любом случае это будет на пользу если это в меру так что чтобы иммунитет не был ослаблен нужно следить за сном и психоэмоциональным состоянием рядом находится грипп и рядом с вами находятся люди которые уже болеют лучше не рисковать и проколоть ампул 5 и хиноцепи причем в этом профилактическом случае нужно делать инъекции не ежедневно раз в три дня но если вы и последнее видео этого выпуска новостей канал борис цацолин называется видео ты должен это есть железо и йод а не имея гипотериоз нормы и потребности микроэлементы и кто знаком с этим блогером борисом цацолин должны знать что он очень скрупулезно подходит к своим видео рассказывает старается донести абсолютно всю информацию которая возможны которые есть но в связи с регламентом это видео короткая на 16 минут но все же судя по тайм кодам информации очень много о чем он рассказывает давайте посмотрим биологии получения выделения энергии с использованием кислорода называется клеточным дыханием и как неудивительно железо играет в этом процессе ведущую роль благодаря его уникальному строению электронной оболочки что способны переносить электроны отдавать электроны и принимать электроны и это происходит прямо сейчас вашем теле благодаря железу если вы посмотрите в ваши мультивитамины если они у вас есть дома то обратите внимание на то что йода либо нету либо его содержание очень небольшое по указанным нормам это может быть 25 процентов от нормы или 150 процентов от нормы но не больше человека йод необходим для синтеза и работы йодотерозиновых соединений это тиреоидные гормоны гормоны щитовидной железы а большая часть йода в теле содержится и хранится именно в щитовидной железе на этом все следующий выпуск будет про антидопинговые новости всего хорошего до новых встреч